сегодня я хотел бы вернуться к теме модернизации кистей и поговорить о таких вот небольших флейцах которые очень широко применяются в живописи для так называемой растушевки для смягчения контуров для сглаживания границ между мазками для снятия резкости имеющиеся в продаже растушевки синтетические кисти растушевки они очень мягкие и ими очень неудобно работать по свежей краске в отличие от вот щетины от новой щетиной кисти которая отлично подходит для такого рода задач в том числе для рисования каких-то деталей типа волос и так далее так далее травы тумана для живописи второго сеанса хорошо подходят такие флейцы но школьные кисти встречаются достаточно редко в продаже в отличие от таких вот строительных кистей в частности фирмы стайр вот такие кисточки копеечные ценой от рублей 15 по моему до 20 вот хорошая щетина там достаточно выносливая но недостаток этой кисти вот этот вклеенный деревянный брусочек он предназначен для того чтобы кисть забирала больше жидкой краски нам он не нужен он будет мешать то есть нам лишняя краска в кисти не нужно и чтобы несколько исправить эту ситуацию мы берем молоток идем на лестничную клетку и расплющиваем кончик разбиваем эту деревяшку вот бьем по кончику патрона металлического деревяшка расплющивается иногда кстати она вылетает выскакивает это еще лучше да напомню что кисть должна быть именно щетина потому что есть в продаже синтетической кисти есть смесь смесь щетины плюс синтетика эти такие кисти не годятся нужно брать только щетину и желательно чтобы сам ворс был сама щетина была ровной такие кисти встречаются кисти повторюсь очень выносливые неприхотливые а главное достоинство то что они ничего не стоит и можно ими пользоваться просто как расходным материалом вот деревяшка наша расплющивается до какого-то предела кисть расходится таким веером и получается такая растушевочка вот 20 номер он хорошо подходит для небольших и средних среднего размера работ а уже 25 номер для таких больших для работы на больших форматах тут больше щетины она более впитываю впитывающая вот такая форма получается у гильзы несколько сплющенная да повторяюсь иногда выскакивает деревяшка что очень хорошо но если остается то вот она становится такой порядка двух миллиметров толщиной до нежелательно переусердствовать не нужно очень сильно лупить молотком иначе может повылетать щетина ломаться щетина так вот у нас получились такие полуфабрикаты можно работать и ими но у них короткие ручки кстати вот видим и щетина у них длиннее чем у обычных флейцев школьных что лучше она более мягкая вот так вот ручку можно легко заменить она легко снимается по крайней мере у этой фирмы она не вклеена посажена на мелкие гвоздики вот так вот поддевается ножом гильза и тем же ножом вынимаются вот эти коротенькие гвоздики достаются они очень легко ручку желательно поменять и потому что при длинной ручке получается больше радиус действия движение руки что лучше что намного более удобно работе от кисть у нас не ничем не прикреплена кроме гвоздей до щетина там посажена достаточно крепко она залита силиконом такие кисти достаточно хорошо ведут себя не очень лезут лезут только первое время в первых пару часов работы вот немножко скругляем гильзу можно молотком можно пассатижами вот и всовывается какая-нибудь ручка подходящая более-менее от старой кисти вот у меня уже такие вот я уже показываю кисть которая посажена на такую ручку вот точно такой же 20 номер кисти вот тут побольше 25 флейцы вот как видите очень удобный инструмент получается который ничего не стоит по и по вред по мере истирания кисти можно пустить в дело для таких черновых работ каких-то для прокладочных работ а пока это отличные отличная растушевка вот мягкая но нужно выбирать конечно же щетину смотреть если хорошая щетина можно набрать таких кистей впрок и пользоваться удовольствием на этом все подписывайтесь удачи а а